Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На борьбу с ковидом в столице мобильная бригада появилась у Сухумского амбулатория. Охота на майнеров продолжается. Репортаж с очередного рейда сотрудников МВД. Кипер Держи Шайбу. Наш сюжет о юном абхазском хоккеисте Максиме Зонтаре. Начнем с информации оперативного штаба за 18 января. За сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 498 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 122 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 10 608 человек. 152 летальных случаев выздоровели 8 224 человека. За добросовестный и самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии начальник мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации награжден медалью за заслуги перед Отечеством здравоохранения. Награду Абдул-Меджиду Магомедову вручил лично министр здравоохранения Абхазии Томас Сахнаки. Российская Федерация оказывает неоценимую всестороннюю помощь Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Высококвалифицированные врачи-специалисты продолжают борьбу за сохранение жизни и здоровья жителей республики. И мы выражаем им свою благодарность, отметил Томас Сахнаки. Все желающие военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии получили прививку новой двухкомпонентной вакцины ГАМ-КОВИД-ВАКС «Спутник ВИВ» в соответствии с установленным графиком вакцинации. Прививка проводится добровольно на основании письменного согласия вакцинируемых. Все привитые военнослужащие осеннего 2020 года призывы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов. При проведении вакцинации случаев осложнений или неприносимости прививки выявлено не было. Вакцинация проводится добровольно на основании письменного согласия, вакцинируемых и медицинских показаний военнослужащих и граждан. На борьбу с ковидом в столице мобильная бригада появилась у Сухумского амбулатория. Экипаж, состоящий из врача, медсестры и водителя, будет выезжать к одиноким и нетранспортабельным ковидным больным. Бригада может оценить состояние пациента, сделать назначение, ставить капельницы и уколы. Автомобиль оборудован для транспортировки коронавирусных больных и в отдельных случаях. Работает как ковидное такси, доставляет в амбулатории пациентов, которые в силу разных причин не могут добраться сами. Подробнее расскажет Антижда Боровикова. Роман Сергеев, водитель-волонтер, выезжает за пациенткой. Пенсионерка живет в Келосурии. Состояние ее здоровья позволяет приезжать на капельницы в амбулатории, но с транспортом проблема. У дочери сломалась машина. В автобус или такси с коронавирусом не сядешь. И то, что у амбулатория появился собственный ковид-мобиль, большое подспорье. После того, как привезли больного или же собираемся вложить больного, сначала мы берем дезсредство. Данное дезсредство обрабатывается достаточно двух шиков, чтобы данный физраствор питался, пропитался. Он действует таким образом, что оседает на поверхностях и при контакте со слизистой он снова превращается в способную форму и уничтожает уже вирусы и так далее. В общем, данных пока средств для того, чтобы осуществлять перевозку достаточно. Мобильная бригада при амбулатории нужна была давно. Есть пациенты, которые не могут приезжать на процедуры самостоятельно. Есть одинокие люди или живущие в отдаленных местах. Бывает, что помощь в транспортировке нужна всего один раз. Теперь все эти вопросы сможет решить мобильная бригада. Будущий врач клиника лабораторных исследований, волонтер, студент шестого курса Валерий Джинджолия рассказывает, каким категориям пациентов будут выезжать на дом. При звонке администратор и врач производят первичный опрос, на основании которого решают, такой ковид или нет, есть подозрения или нет. И дальше выезжает бригада. Два варианта состава – это медсестра и водитель, если уже есть назначение у пациента лечащий врач, и он уже известен, что болеет ковидом. Либо другой вариант – бригада с трех человек – врач, медсестра и водитель. И врач на месте уже оценивает состояние пациента, направление назначает, делает назначение лекарственных препаратов и считает целесообразным. Есть еще и третий вариант, как сегодня, когда водитель один без медсестры и врача выезжает за пациентом, чтобы доставить его в амбулаторий и обратно. Но в приоритете – те вызовы, где необходима помощь медиков. Практически функционал бригады достаточно широкий. Это от обычных процедур, внутривенные капельные струйные вливания, внутримышечные подкожные инъекции, то, чем занимается сестра сбора, анамнеза и проверка по чек-листу рисков для пациента на основании анамнеза. И это то, что делает врач. То есть осмотр пациента, определение состояния, степени тяжести, необходимости направления куда-либо. И даже есть возможность замерять, определять, делать кардиограмму. Автомобиль для амбулатория приобретен на финансовую помощь парламента Абхазии. В остальных расходах помогла общественная организация. Одна из общественных организаций, клуб общественных дел, проявила инициативу, создала проект при поддержке организации СССР, в рамках которого она обеспечила нас, практически всеми, нивелировала все расходы наши в отношении сотрудников, в отношении расходников, в отношении топлива по этой машине. Сделать запрос на выезд мобильной бригады в Сухуми можно по номерам телефона амбулаторного центра 760-2602 или 915-6202. График работы мобильной бригады с 9 утра до 6 вечера. В остальное время обращаться следует в скорую помощь. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза-ТВ. В связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны, в избежание аварии будут вводиться ограничения, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Отключаться будут отходящие от подстанции Федера силовые кабели, на которых будет зафиксирован перегруз. Между тем, Ингургес остановится на ремонт 20 января и возобновит работу только через три месяца к концу апреля. Запланирован ремонт деривационного гидротехнического тоннеля. Дефицит электроэнергии из-за остановки Ингургес составит около 300 миллионов киловатт-час. Охота на майнеров продолжается. В очередной раз сотрудники Министерства внутренних дел, специалисты управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также СОБР отправились на охоту за незаконно действующими майнерами. В 10 утра здание МВД, поделившись на две группы, отправились по разным локациям правоохранители и вместе с ними наши корреспонденты. Тему продолжит Элеонора Гелаян. На этот раз маршрут сотрудников строится не дальше Сухумского района. Первая локация – новый район. Если верить тому, что люди пишут в социальных сетях, то именно здесь машинки для майнинга бьют все рекорды по количеству на душу населения. Но есть нюанс. В новом районе большинство установок в квартирах. А чтобы проникнуть в жилую собственность, нужны иные юридические основания. Однако на улице Аргун один из местных жителей решил зарабатывать не дома, а под домом, в гараже. Линию туда он провел прямо из подвала подъезда. Сотрудники МВД совместно с Черноморэнерго отключили эту ферму. На улице Аргун, дом 12, было незаконно несанкционированное подключение майнинга. Поступил сигнал от самих граждан, которые проживают в этом доме, потому что они сами страдают из-за того, что потребляют электроэнергию на стороне незаконно. Сигнал поступил, бригада приехала, мы их отключили просто. Как вы технически это сделали? Что вы отрелили? Ну, кабель был присоединен к вводу к щиту. Его мы отсоединили путем физически, просто его отсоединили к питанию. Это какой-то отдельный кабель был, да? Какой-то новый? Кабель, который входит в дом, в подъезд, к нему был соединен вот этот майнинг. Ну, его отрезали. С владельцем этой фермы встретиться сотрудникам не удалось. Не пришел он ни когда отрезали провода, ни когда ставили пломбы. Следующий адрес – Нижняя Шера. Здесь, рядом с проезжей, частью нежилое строение, из которого раздаются характерные звуки. Как рассказывают сотрудники МВД, например, на этом объекте они уже бывали и даже отключали питание у этой фермы. Сейчас они приехали во второй раз и выяснилось, что майнинговая ферма продолжает свою работу. Мы, например, с вами можем в этом убедиться, потому что нам как минимум слышно. А если подойти ближе, то будет даже и видно, что машинки действительно работают. По информации наших источников, к этой криптоферме имеет отношение представитель законодательной власти, депутат парламента. Четыре года назад ныне владелец криптофермы за свои средства приобрел трансформатор, установил столбы и линии. Менее года назад приступил к майнингу криптовалют. Сегодня предприниматель фактически говорит государству – ферма отключится вместе с трансформатором. А значит, с тринадцатью жилыми домами. Как говорит собственник, ферма потребляет не более 80 киловатт. Несмотря на то, что разрешение этой спорной ситуации требует не одного дня, сегодня сотрудники отключили и эту криптоферму – бумажные пломбы, опущенные рубильники. Следующий адрес вновь в Сухумском районе. Село Яш-Туха на этот объект сотрудники МВД приезжают уже в третий раз. На большой, по территории и по количеству оборудования криптоферме практически все выключено. Работают лишь десять машинок. Позже владелец объяснит – с этих денег он платит зарплату охране. Других нет. Когда разрешили – вложился, хотел легализоваться и платить. Предположить непостоянство к обмина не мог. Теперь кто-то должен охранять дорогостоящее оборудование. После долгого диалога сотрудников МВД «Черноморэнерго» и собственников объекта удается найти понимание и отключаются оставшиеся машинки. Правда, внутрь фермы камеру предприниматели пускать отказались. Как рассказывает начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Вадим Гигалаев, сотрудники специально ездят не только по новым адресам, но и по старым. Проверять, не подключились ли отключенные криптофермы, не менее важно. А вот на что, согласно принятым постановлениям, имеют право участники рейдов. Есть постановление Кабинета министров, где непосредственно сотрудники Министерства внутренних дел содействуют работникам «Черноморэнерго» на предмет проведения отключения от энергосетей, незаконных так называемых майнеров, а также в случае, если сами собственники этих устройств не предъявляют нам соответствующие документы, то мы, конечно же, их изымаем. Помещаем на ответственное хранение, а дальше разбираемся на предмет их законного ввоза и подключения к энергосетям. Все внутренних дел есть горячая линия. Непосредственно жильцы, граждане нашей республики звонят, сообщают адреса, места. Также и в ходе оперативно-розыскных мероприятий получаем соответствующую информацию, на что мы выезжаем, проверяем и принимаем соответствующие решения. Как говорят сами сотрудники Министерства внутренних дел, рейдовые мероприятия будут проходить чаще, масштабнее и с большим освещением в СМИ. Между тем, в Иране происходит массовое отключение электричества, а столица окутана токсичным смогом. Власти винят в этом добычу криптовалют. Как оказалось, страна уже давно стала одним из центров майнинга, потому что там очень дешевое электричество, особенно в таких местах, как мечети. И этим пользуются майнеры, ведь в Иране очень серьезные проблемы с экономикой, а альтернативные деньги являются и более ликвидными, и менее отслеживаются. Но бесплатное электричество не может быть бесконечным. Электросеть просто не выдержала нагрузок и начала отключаться. А в качестве резервного источника энергии люди стали сжигать дешевое топливо, которое, естественно, очень сильно чадит. Другим темам накануне в столице начался рейд по плану «Безопасный город». С 13 часов 18 января в городе Сухом силами УГАИ МВД. И у ГАИ столичного УВД проводились рейдовые мероприятия. В центральной части города было выявлено на тот момент 100 административных правонарушений. 12 автомобилей поставлены на служебную стоянку УВД, отстранены от управления транспортом двое нетрезвых водителей. Мероприятие продолжается во всех районах столицы. Сотрудник МЧС Абхазии пострадал при ликвидации пожара в селе Лыхны Гудаутского района, сообщает пресс-служба ведомства. Пострадавший доставлен в Гудаутскую районную больницу. Информация о его состоянии не уточняется. В результате пожара выгорели 100 квадратных метров дегустационного зала «Шато Бамбора», что составляет половину площади помещения. Огонь тушили четыре пожарных расчета. 19 января православные христиане празднуют крещение Господне или Богоявление. Это один из самых древних праздников в христианской церкви. Крещение входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием – крещением Иоанном предтичей Иисуса Христа в реке Иордан. В эту ночь в Каманском монастыре святого Иоанна Златоуста по традиции было много людей, которые опускались в ледяную воду реки, что символизирует очищение от грехов и обновление тела и души человека. Совершили обряд омовения в святой воде в ходе празднования крещения Господней и вынослужащей Южного военного округа в Абхазии. Последняя группа новобранцев осеннего 2020 года призыва российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приведена к военной присяге. Состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге последней группы новобранцев, отобранных в рамках осеннего 2020 года призыва. Всего с ноября 2020 года по январь 2021 в российском соединении в Абхазии состоялось пять торжественных церемоний по приведению новобранцев к военной присяге. В различные подразделения российской военной базы ЮВО в Абхазии было призвано около 500 новобранцев. Все военнослужащие прошли медицинские осмотры, проверку на профессиональную пригодность и первичные мероприятия ввода в строй, получив знания по основным предметам боевой подготовки, общевоинским уставам, а также изучили основы и требования безопасности военной службы. Все призывные торжественные мероприятия проходили при строгом соблюдении противоэпидемиологических мер. 120 лет исполнилось со дня рождения абхазского писателя, поэта, драматурга, сценариста, театроведа, заслуженного деятеля искусства Абхазии, члена Союза писателей СССР и Союза писателей Абхазии Михаил Лакербай. В связи с юбилеем абхазского писателя Михаила Лакербай Союза писателей Абхазии объявил конкурс художественного чтения его новелл. Конкурс будет проходить в онлайн-формате. В нем могут принять участие молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Подробности на сайте организации. Председатель Государственного комитета Республики Абхазии по делам молодежи и спорту Джамал Губас встретился с трехкратным чемпионом, девятикратным чемпионом мира, двенадцатикратным чемпионом Европы, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, героем России Александром Карелиным. Встреча прошла на чемпионате России по греко-римской борьбе, которая сейчас проходит в городе Ростов-на-Дону, сообщает пресс-служба Госкомитета. Голдкипер Держи шайбу. Наш следующий репортаж о юном абхазском хоккеисте Максиме Зонтаре, которому в его 11 лет уже есть чем гордиться и, конечно, к чему стремиться. Слово Анастасии Никоновой. Максим Зонтаре, голдкипер Войнов льда, получает награду лучшему игроку в составе своей команды по делу, абсолютно по делу. Юному хоккеисту Максиму Зонтаре всего 11 нового копилки, множество наград, побед и игр. В хоккее он с 4-х лет играл за московские «Динамо» и «Спартак», сейчас он вратарь и капитан команды «Войны льда». Ну, сам на карьеру я начинал именно со «Спартака». Играл где-то 5-4 месяцев игроком. И «Спартаке», я когда после тренировки с мамой, мы должны были идти домой, я вот вижу вратарскую форму, и сразу маме говорю, все, я буду вратарем. И после этого перешел в «Динамо», там отыграл полевым, и потом сразу же я стал вратарем играть. И в «Динамо» играл 5 лет. Потом опять же перешел в «Спартак», там и год играл, и сейчас перешел в «Войны льда». Было сложно. Поначалу не знал даже, как правильно держать клюшку, рассказывает Максим. Но как только стало получаться, юный хоккеист понял – этот вид спорта не хобби, а его будущее. Боль, травмы и ежедневные тренировки – ничто, когда речь идет о победе, отметил вратарь. Было больно очень сильно. Поэтому в хоккей играют настоящие мужчины. Мать Максима Зонтария, Лолита Квициния, долго не могла ходить на игры сына. Говорит, смотреть на столкновение спора сложно. Да и боялась, что волнение передастся сыну. Раньше узнавала о результатах игры по завершению матча, рассказывает мать хоккеиста. Я понимаю, что это очень травмоопасный вид спорта. Я, конечно, переживаю за каждую шайбу. Я знаю ответственность, какая на нем лежит. Потому что каждая ошибка в итоге на нем все сказывается. Я поддерживаю. Поддерживаю. Я всегда рядом. Правда, только в последнее время я стала смотреть игры. А до этого я просто у выхода ждала. Потому что для меня это было очень сложно. Спортивные ориентиры и цели у Максима Зонтария высоки. Кумир юного хоккеиста, вратарь Тампа Бэй Андрей Василевский. Его сейвы для Максима – верх мастерства. Я помню этот сейв, который просто меня позряс. Вот атака идет. И он когда лежал, вот так ловушку стоит. И вот так ловушкой поймал. За спиной не видя. Вот так. Поймал. И вообще очень сильно понравился. Ну вообще я очень… Моя мечта – это играть в НХЛ. И это самая высшая лига, где играют из всего мира где-то человек 300-400. И я очень хочу играть за такую команду на американское Тампа Бэй. Там потому что мой кумир играет. И очень хочу выиграть кубок Стэнли. Это такой кубок очень известный. И вези на трофе. Это лучший вратарь НХЛ за год. Юный вратарь понимает. Чтобы добиться таких высот, нужно тренироваться ежедневно, вырабатывать характер и не лениться. Сейчас Максим Зонтария на каникулах в Абхазии. Уже к середине января он с семьей вернется в Москву, где в войнах льда продолжит защищать ворота родного клуба. Анастасия Никонова, Сосракуа, Гухава, Абазатова. Погода диктует правила. Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об ухудшении дорожных условий в связи с непогодой. В связи со сложными метеорологическими условиями УГАИ МВД рекомендует всем водителям быть крайне внимательными. На дороге строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями. А также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. На республиканской трассе Псоу-Ингур наблюдается гололюд в районе села Верхний Шера. Также небезопасно движение на участке автодороги от Бзыбского моста до села Блабурхуа. Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в среду 20 января в республике облачно с прояснениями. Временами снег в горах, обильный снег на дорогах гололедится. Температура воздуха ночью до минус 4, днем до плюс 1. Температура морской воды плюс 9. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте Абаза.ТВ. До встречи. Абаза